Встречаться с вами. Снова наша суббота и снова у нас с вами выступление. Триумфальное награждение. Когда мы поздравляем людей, когда мы слушаем истории людей, когда мы сможем с вами пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, открывайте камеры. Мы будем очень рады вас всех видеть. Видеть ваши лучезарные, сияющие лица, которые не бросят свою жизнь на полпути, которые будут двигаться дальше к своей самой счастливой, осознанной, гармоничной жизни. И вы знаете, сегодня мы будем вести эту встречу. Я буду это делать вместе с моим мужем. Для тех, кто нас не знает, мы пыханцевы. Да, мы ручками ваши. Мы пыханцевы Ольга и Дмитрий. По профессии, по призванию мы врачи. Мы суперинтеллект-тренеры шестого ранга. Живем, родились, ну я родилась и живем в городе Новосибирске. И вы знаете, я немножечко сегодня хочу поделиться нашей историей. Кто мы и что мы. Потому что здесь есть всегда люди, которые нас уже знают, а которые понятия не имеют, кто мы такие. Почему мы сегодня ведем эту встречу? Почему мы с вами делимся своим опытом? Имеем ли мы на это право и основания? Те люди, которые будут смотреть это тоже в записи. Я хочу, чтобы вы немножечко познакомились с нами поближе и наложили то, что мы будем говорить на себя. Ну, нам 47 лет, мы 28 с лишним лет уже вместе, как семейная пара. У нас двое взрослых детей. По призванию, по образованию мы врачи. Мы оба хирурги. Якушер гинеколог, демоуролог. И вы знаете, в нашей жизни было очень много разных направлений деятельности. Несмотря на то, что у нас одно образование медицинское, но в нашей жизни дети родились у нас во время обучения в институте. Между сессиями. Знаете, как можно запланировать ребенка и родить его между сессиями. И мы, как молодая семья, приняли решение, что нам нужно обеспечивать свою жизнь. И мы с Димой освоили когда-то совершенно новое для себя направление. Не по профессии, не по специальности. Мы начали заниматься отделкой помещений, ремонтно-строительным бизнесом. С полного нуля. С того, что мы не умели держать кисточку в руках, с того, что мы не понимали, что это такое. Но мы освоили новую профессию, которую на протяжении 12 лет, у нас была уже компания достаточно крупная, ремонтно-строительная, и она обеспечивала всю нашу семью. Ребята, я почему об этом рассказываю? Вот поднимите сейчас ручки, пожалуйста, те, кто имеет одно образование, а в жизни осваивали какую-то другую профессию, в ней зарабатывали. Есть такие люди? Вот мы с вами в этом похожи, да? Мы делали что-то новое. И в определенный момент мы столкнулись с сетевой компанией, которую мы тоже увидели для себя перспективу. И более 20 лет своей жизни мы связали именно с этой компанией. К чему это привело? У нас огромная благодарность за то развитие, за тот опыт, за те знакомства, которые мы там получили. Мы прошли более сотни семинаров, прочитано огромное количество книг. И вы знаете, мы с Димой посчитали, что в свое образование, в свою голову за это время мы вложили более 10 миллионов рублей. То есть есть чему поучиться, правда? То есть когда ты развиваешься, когда ты оплачиваешь вот эти вещи, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Что нам это дало? Нам дало это совершенно другое видение нашей семьи и перспективы, и действия. И да, мы достигли там серьезных результатов. Параллельно с этим мы имели еще одно направление. У нас сеть ресторанов. Вот вы представляете, врачи, да, отделка, общественное питание. Вот случайности вроде бы. И последние три года своей жизни я провела именно с тем, что я помогала людям восстанавливаться и лечить ковид. Хотя я не инфекционист, не иммунолог. Но в девятнадцатом году пришло такое время, когда нужна была людям помощь. И ко мне как к врачу начали обращаться, потому что я семейный врач, я помогала с ребятишками от планирования беременности до последнего дня. И люди начали просить помощи в ковиде. Хотя я в этом мало что понимала, это не моя вообще специализация. Но отказать не смогла. Помните такие ситуации, когда вас кто-то о чем-то просил, и вы чувствуете, что вы должны кому-то помочь. Вы можете это сделать и не можете отказать, потому что хочется. Вы понимаете, что если не вы, то кто? Если не вы, то кто поможет? Может быть, переехать, может быть, через дорогу бабушку перевезти. Может быть, своей семье вы что-то новое делали. И вы знаете, что произошло? Ребят, я люблю людей. Это наше призвание, это мы делаем с Димой всегда, потому что Дима помогает как реабилитолог, как семейный врач, как массажист. Мы всю жизнь помогали людям, и мы делали это с огромной любовью и уважением. Но знаете, что происходит? Ты выгораешь, ты выгораешь и устаешь. Когда у тебя 60 человек в сутки, когда 17-20 часов ты на телефоне, и ты желаешь помогать людям, но у тебя очередной звонок по телефону, и у тебя внутри возникает раздражение. Чувствовали такую вещь? Когда ты вроде бы делаешь то, что ты любишь, то, что тебе нравится, но ты устал. Потому что этот звонок в 5 утра, ты только 5 минут назад уснул. А кому-то нужна помощь, и тебе придется просыпаться. Потому что ты только налил себе кружку чая, решил перекусить. А тебе звонит человек и говорит, помоги. Ты бросаешь то, что тебе хочется сейчас делать, бросаешь свои интересы и идешь помогать. Не за денег, просто потому что ты кому-то нужен. И вы знаете, что произошло? В какой-то момент вот эта усталость, она просто очень накопилась. И я хочу, почему об этом рассказываю, ребят? Потому что кто здесь присутствует, вы здесь не случайно. Не бывает случайностей просто так. Я начала просить. Вот знаете, когда есть запрос во Вселенную? Я начала просить какую-то деятельность. Потому что традиционный бизнес, которым мы занимались, он отошел у меня на второй план. Когда на кону стоит спасти жизнь человека, решить вопрос с недовольным клиентом, ты выбираешь человека. Или решить вопрос, что у тебя персонал там что-то не вышел. А тебе нужно ехать и спасать жизнь. Реально ставить капельницу, вытаскивать человека с того света. Ты бросаешь это, ты выбираешь приоритеты. Да, где-то я бросила свою семью, где-то своих детей, где-то не дала им какого-то момента. И вот начала просить, что я очень хочу быть полезной для людей, приносить пользу. Я хочу какой-то бизнес, который нужен людям и который будет очень высокооплачиваемый. Потому что нужно кормить семью. Ребят, мы живем в материальном мире, правда? Надо, как бы ты ни желал помогать людям, но тебе кормить семью нужно. Тебе надо платить за квартиру. Тебе нужно что-то делать свое. Тебе нужно содержать детей, содержать семью. Это нормально. И я начала это просить, что я очень-очень хочу. А что делать? А куда пойти? Где мне набраться сил? Потому что у меня 24 часа в сутки, чтобы помогать людям дальше. И чтобы это было не просто поставлено на поток, что я буду вести консультации за деньги. А что найти такое дело, которое действительно будет обеспечивать и мою семью, и помогать людям. Вы знаете, что происходит? Чудеса. Вот тот запрос, который я отправила, я очень хорошо помню это состояние, потому что мы это с Димой как раз вместе обсуждали. Через неделю мне раздался звонок. И та женщина, с которой мы знакомы почти 20 лет, которую я очень люблю, которой я доверяю, предложила мне прийти сюда в Суперджамп. Что ты можешь получить энергию, чтобы ты была полезна, чтобы ты была не выжатым лимоном, а чтобы ты могла помогать людям дальше и при этом чувствовать себя человеком. Потому что я не знала, где набраться сил. И я пришла в незнакомую вещь, не понимая, зачем это. С вот таким 20-летним бэкграундом, развитием. Я задала один вопрос. Ты представляешь, сколько я знаю? Сколько я знаю вообще по лидерству, по психологии, по здоровью людей, по всему такое обучение. Мне это полезно будет с моим таким жизненным опытом? И она сказала, да. И вы знаете, что она сказала? Сними корону. Просто сними корону и вводи в состояние ученика. Почему я об этом говорю, мои дорогие? Кто-то из вас здесь сейчас подключился, потому что вам отправили ссылку, потому что вам переслали эту запись. Какой-то запрос вы отправляли. Подумайте, спросите себя, что вы хотели изменить или улучшить в своей жизни. Кто-то, может быть, хотел улучшить здоровье. Кто-то, может быть, имеет запрос поменять работу. Кто-то хочет улучшить отношения со своими детьми. Кто-то хочет восстановить отношения с родителями. Кто-то хочет, может быть, сделать какой-то карьерный рост. Кто-то все вместе и быть счастливым. Но знаете, что самое удивительное? Если мы с вами просим денег, хотим, да, богатства, благополучия, нам не падает мешок с деньгами. Мы не находим с вами карту с банковским счетом, что на ней там миллионы долларов. Нам даются возможности. И вот наша мудрость заключается в том, что шанс приходит к нам не в карнавальном костюме, а в робе разглядеть в том, что вы сегодня здесь находитесь, возможность для чего вы здесь. Случайности в этом мире не случайны. Зачем-то вам это нужно. И знаете, я хочу вам подарить еще одну такую вещь. Мы очень часто иногда думаем только про себя. Вот я, когда пришла сюда, я думала про себя. Надо оно мне? Не надо оно мне? Что оно мне даст? Но спустя какое-то время я поняла, что благодаря тем знаниям, тем упражнениям, которые я получила благодаря этой методике, простым, гениальным восьми упражнениям, я могу быть полезна своему мужу, своим родителям, своим детям, своим друзьям, тем людям, которым я хочу принести пользу. Подумайте об этом, не только о себе, а зачем вас сюда привело. Может быть, завтра вы сможете протянуть руку и спасти чью-то жизнь, улучшить ее. И сегодня мы с вами услышим выступление людей, которые, наверное, так же, как и мы с Димой, да, вот как-то, может быть, случайно попали в этот вагон, кто-то их пригласил, кто-то, может быть, почувствовал, что это вот мне сейчас это надо. Мы же иногда говорим, ну, Господи, дай мне что-нибудь такое, чтобы вот какой-то инструмент какого-то человека. И у тебя появляется звоночек, и тебе говорят, приди. Или у тебя приходит смс-ка с ссылкой. Открой ее и посмотри до конца. И сегодня ты услышишь истории людей, которые прошли вот эту методику, получили результаты. Они не профессиональные актеры, они не профессиональные ораторы, они обычные люди из разных городов, из разных стран, которые поделятся с вами своими изменениями, своими трансформациями, что с ними произошло. Мы два года с Димой проводим такие тренировки. И за это время через наши руки прошли тысячи людей. Да, более двух с половиной тысяч человек я спасла реально физически, которые благодаря мне, многие из которых остались живы. Если бы не моя помощь, их бы не было, к сожалению, сегодня. Но вы знаете, что такое очень важная вещь? Когда-то мы говорили такую с вами фразу, я думаю, что все, кто были студентами, они это помнят. Сначала ты работаешь на зачетку. Помните такую вещь? А потом зачетка работает на тебя. Помните? И вот, ребят, сегодня сначала ты работаешь на свое состояние, а потом твое состояние работает на тебя. Эту удивительную фразу подарила нам буквально несколько дней назад удивительная женщина, которая нас пригласила сюда, благодаря которой наша с Димой жизнь поменялась до и после. Потому что действительно два года быть в состоянии, вот именно в состоянии счастья, состоянии благодарности, состоянии, когда ты нужен людям, когда ты можешь помогать, когда ты можешь быть полезен своей семье, быть на самом деле, быть, не надевать маску, не казаться лучше, чем ты есть, не делать вид, что у тебя все хорошо. Ребят, мы сами себе часто не признаемся. Вот поверьте, себя послушайте. Вы хотите, если вы чувствуете, что вы что-то хотите изменить в своей жизни, сделайте шаг, не бойтесь. Здесь нет риска. Вы ничем не рискуете. Каждый человек может выделить 10 часов своего времени онлайн для себя. Мы гораздо больше тратим в пробках, мы гораздо больше тратим, прослушивая телевидение, делая какие-то работы. 10 часов посвятите себе, и вы поймете, насколько ваша жизнь изменится. А сегодня вы услышите как раз историю тех самых людей, которые себе посвятили время, себе благодарны. Я хочу, чтобы мы сегодня, знаете, сначала что сделали? Сначала обозначились, из каких мы городов с вами, из каких стран. Потому что уникальность наша индустрия заключается в том, что Суперджамп сегодня находится в более чем 80 странах мира. И говорят люди здесь более чем на 25 языках. Представляете? Нет никаких границ. И очень хочется сейчас, чтобы вы написали в наш чат, из каких городов мы вас просто поприветствуем. И вы знаете, таких сегодня встреч у нас проходит несколько десятков. Вот таких конференций в зуме, где в разных, разные люди друг друга слушают, друг другом делятся своими ощущениями. Их каждый, каждую субботу проходит несколько десятков. И вот кто у нас здесь есть? Ой, тут целая куча сообщений. Сейчас будем читать. Ярославль, Куйбышев, Махачкала, Магнитогорск, Башкортостан, Ессентуки, Екатеринбург, Заполярье, Брянска, Армавир, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Казахстан, Удмурдия, Дагестан, Таллинн, Эстония, Омск, Австрия, Минск, Нефтекумск. Я даже названия городов не знаю таких, откуда у нас присутствуют люди. Как я вам благодарна, как я горжусь каждым из вас, что вы нашли это время, посвятили его себе, то, что вы находитесь с нами. Вы действительно молодцы. Урай Хмау, Пенза, Держинск, Латвия, Ростов-на-Дону. Мои дорогие, я благодарю вас за вашу активность. Я благодарю за то, что мы с вами действительно показываем вот эту масштабность, откуда мы с вами здесь. В разном часовом поясе. У кого-то раннее утро, у кого-то уже вечер, у кого-то ночь, потому что с Америкой у нас, например, 12-13 часов разницы. И тем не менее, мы все с вами здесь. Оренбург вот еще, Якутск. Ребята, я благодарю вас. И я хочу сейчас пригласить нашего первого выступающего. Человека, который точно так же, как и мы с Димой, когда-то прошел тренировки. Видимо, увидел какой-то результат для себя. И начал делиться этим. Потому что, знаете, в чем уникальность Суперджампа? Это огромный шведский стол, где есть на вкус любого человека. Кто-то любит мясо, кто-то любит десерт, кто-то предпочитает овощи, кто-то любит коширное, кто-то не коширное. Но ты подойди к этому столу со своей тарелочкой и возьми все, что ты хочешь. Это же тебе представляется, да? И каждый здесь получает то, что ему нужно. Те изменения, те улучшения, которые нужны лично в его жизни. В этом и уникальность. Ребята, вот вы знаете, вы не задумывались, а мы ведь все пьем воду. Неважно, какие мы по национальности, по профессии, сколько нам лет. Мы все пьем воду. И мы в организме каждого человека, в данный момент времени, она выполняет свои функции. Кому-то она сейчас утоляет жажду, а кому-то она сейчас изменяет вязкость крови, а кому-то она сейчас очищает организм. Одно и то же. Но для каждого это свое. И для каждого это очень-очень важно. Поэтому я хочу сейчас передать слово удивительной девушке, красивой, я вижу ее, лучезарная, улыбчивая, Тимичева Людмила, которая открыла первый ранг, которая сама прошла тренировки, и уже кому-то помогла, улучшила чью-то жизнь. Людочка, дорогая, передаем вам микрофончик. Включайте, пожалуйста. У вас есть права соорганизатора. Здравствуйте. Выше вас. Три минуты вашего выступления. Поделитесь, кто вы, что вы, откуда, что вам дал супержан, и почему вы его понесли дальше. Добрый день. Самые прекрасные, самые умные, самые целеустремленные лидеры. Я Людмила Тимичева. Я из города Таллинн, Эстония. Мне 64 года. В прошлом я финансовый директор крупного предприятия. И вот я пошла на пенсию и попала, так сказать, в добрые руки. Меня пригласила Беата. Я подумала, ну, что такое суперджан. Я никогда про это не слышала. Ничего так, не участвовала никогда, нигде. И подумала, что, ну, 10 занятий, это не так много. И отнимет много времени у меня. Хотелось уверенности в себя приобрести. И я пришла. И с первого дня с первых этих 200 улыбок я поняла, что это мое. И когда закончились эти 10 дней пролетели, я поняла, что я совсем не хочу расставаться, что я как бы поняла, что это семья, что это интересно, что это столько дало мне даже уверенности в себе приобрела, что я даже как бы и знание, и веру. И посмотрела на мир другими глазами. И вот при встрече с Беатой, с Григорием, с Тамарой я поняла, что хочу идти дальше. И поняла, что нужно подписаться и приобрести лицензию. Вот. Ну, и я это сделала, и вот дальше у меня появилась суперцель. И как бы апгрейд, и я даже попала на лекцию к Долганю, о чем даже раньше и мечтать не могла. Я прослушала это, ну, как будто это что-то вот, я не знаю даже, я даже передать не могу, у меня даже сейчас мурашки по коже. вот. И как бы я общаюсь с людьми, делюсь, рассказываю впечатления свои, и незаметно двое человек у меня уже есть. И как бы есть интерес и у других, и я не хочу на этом останавливаться. Пойду дальше. Людочка дорогая, поздравляем, поздравляем вас. Вы знаете, сколько у вас света, сколько у вас вот желания помогать людям. Мои дорогие, как мы с вами устроены. Если мы нашли что-то хорошее, нам хочется об этом делиться. Вы знаете, уникальность суперджампа, если говорить дословно, что такое суперджамп, это большой прыжок. И очень часто люди задают вопросы, куда прыгать-то будем? Зачем прыгать вообще куда? Себе. Мы открываем себя для себя. Потому что на самом деле в каждом из нас есть огромный потенциал, есть уникальные вещи и качества. но мы не знаем, на что мы способны. Вспомните, в своей жизни были какие-то моменты, когда вы что-то делали, потом думали, боже мой, неужели это вообще я, что я такое могу сделать? Я, оказывается, могу так мыслить, я так могу говорить, я так смог поступить, я смог овладеть, когда мы что-то преодолеваем. И вот точно так же мы открываем в себе только не одно какое-то качество, а очень-очень много. То, что мы действительно, какие мы на самом деле настоящие. Люда, благодарю, благодарю вас и благодарю за то, что вы несете этот свет дальше. А я хочу передать сейчас микрофон, чтобы включил. Мы вас поздравляем, мы поздравляем, мы ждем вас с новыми рангами, с новыми результатами. Несите этот свет, потому что сегодня, ребята, вот представляете, как изменится, мы же все хотим жить лучше, мы же хотим, чтобы наш мир был чище, красивее, мы хотим, чтобы в наших городах было больше цветов, больше света, больше улыбчивых людей, мы хотим безопасности, мы хотим, чтобы мы вышли из дома и чувствовали себя хорошо, чтобы наши дети гуляли на улице и мы не переживали, что с ними что-то произойдет. Мы ведь все этого хотим, это же нормальное состояние, правда? А вот теперь представьте, если каждый человек, выходя из дома, будет выходить с одной мыслью, сделать кому-то что-то хорошее, просто кому-то что-то хорошее, кому-то сказать теплое слово, кому-то дать руку, кому-то приоткрыть дверь, кого-то пропустить на дороге, не говорить, куда ты прешь, а дать дорогу, ну да, как правило, трех Д у нас бывает, просто уступить, и каждый человек будет просто не для себя, а для кого-то другого, делать что-то хорошее. Представьте, какой будет мир? Это же все в наших руках. А самый длинный путь для ноль в тысячу миль начинается с первого шага. И если мы хотим с вами улучшить этот мир для себя, для своих детей, для своих близких, то нам нужно начать с себя, понять, как это сделать, просто, безопасно, экологично, изменить себе, не изменяя себе, оставшись тем человеком, который вы есть. Я благодарю еще раз, Людочка, и передаю слово своему спутнику по жизни, своему соведущему сегодняшней нашей встречи, Дима, тебе слово. Друзья, я вас приветствую, и, конечно, огромное волнение находиться в такой замечательной компании, вещать на, фактически, на несколько стран, это просто огромное чувство, и к этому мы шли многие годы, вот к этому, к такому виду деятельности, когда-то есть возможность действительно пообщаться с огромным количеством людей одновременно из разных стран. И с большим удовольствием сейчас я буду передавать слово, потом Оля будет передавать слово нашим участникам, и вот у меня сейчас на очереди Александр Кот из Москвы, но, к сожалению, Александр, я вас не вижу, вам нужно поднять виртуальную руку, чтобы я мог вас видеть и дать вам возможность включить микрофон, чтобы вы могли что-то сказать, поэтому есть такая кнопочка, вот знаете, там есть кнопка реакции, вот если вы на нее нажмете, там есть кнопка поднять руку, вот надо это сделать, я тогда вас увижу и дам вам возможность поговорить. Так, ну, пока я не вижу, пока я не вижу, давайте, тогда я передам слово, вот этот вот наш уже такой очень хороший, очень приятный, очень комфортный микрофон, немножко южнее, в Ставропольский край, в город Армавир, и я передаю слово Воротниковой Любови, Любовь, включайте микрофон, надеюсь, я правильно вас нашел, и вы соорганизатор. Говорите, говорите. Люба-Люба-Люба-Любочка, на секундочку, вас плохо слышно, прерывается связь, давайте попробуем сделать так, отключите видео, останьтесь на микрофоне, чтобы хотя бы у нас чистый звук шел, потому что связь прерывает, прерывает, ребят? Да, 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 к сожалению, да. Прерывается, да, связь не очень стабильный, видимо, интернет. А сейчас слышно? А вы тоже пунктиром идете, такие прерывистые фразы. Ну, попробуйте говорить сейчас, надеюсь, что со звуком будет уже получше. Без камеры, да? Вот, вы и с камерой, и попробуйте говорить, Люба. Хорошо. Нет, нет, отключайте камеру, Люба. Нет, камеру, Люба, Люба камеру отключайте, да. Все равно пунктиром идет. Вот. И получилось так, что в моей жизни произошло, да, педагогическое выгорание на работе, да, потому что детям мы отдаем все самое лучшее, свою энергию, да, свои эмоции, чтобы быть лучшим педагогом и нести добро и счастье, да, научить их всему. Вот. Получилось еще то, что в моей семье есть родной человек, это моя мама, которая, ну, всегда, знаете, как сказать, была всегда такая серьезная женщина, да, и несла больше как бы серьезность, какой-то негатив, вечно какие-то проблемы, да, и дети всегда принимают, да, родители, вот, но также я становилась такой же, и я чувствовала, что я такая. Но пришел такой момент, поменяв просто место работы, но также остаться воспитателем, на работе все улучшилось, а в семье и внутреннее состояние все равно было какое-то стревожное, и в Инстаграме, увидев у одной девушки, фитнес-тренере, вот, что-то суперджампинг, я заинтересовалась, она оставляла ссылку, куда можно было пройти, и я зашла к Егору Вилозерову, это мой лучший наставник, вот, я к нему зашла, я долго смотрела, наверное, с неделю, вот, заглядывала, смотрела его все статусы, все, вот, но в итоге он, наверное, заметил, что я заходила, да, видела, вот, мы списались, созвонились, мы поговорили, и я поняла, что, да, я хочу, я не очень решительный человек, вообще даже не решительный человек, но в тот момент я ему сказала, да, я хочу, я хочу пройти этот курс, эти 10 дней, не пожалели к тренеру, поменяла всю свою жизнь, поменяла свое состояние, улучшилось общение с ребенком, раньше, да, была такая мама, приходит с работы, уставшая, хмурая, да, эти тишины, вот, сейчас я вижу, что от моей улыбки, от моего внутреннего состояния, от моих эмоций, мой ребенок стал больше тянуться ко мне, слышать меня, видеть, какая я, да, улыбчивая, радостная, счастливая, и он становится таким же, моя мама, мы с ней по-другому стали общаться, намного улучшается общение, и скорее, я надеюсь, что в дальнейшем, я уверена, что в дальнейшем будет также изменяться ее общение ко мне, к окружающим, вот, я благодарна Суперджампу этим десяти дням за то, что все поменялось, вам, Люба, благодарим, благодарим вас за то, что вы поделились, то, что произошло, потому что, знаете, как бы не просто говорить, да, таком личном, семейном, как изменилось твои отношения с ребенком, как изменились твои отношения с мамой, благодарим вас за вашу искренность, за ваш свет, за ваше тепло, которое вы несете, и поздравляем, мы, несмотря на то, что, да, есть какие-то небольшие нюансы со связью, у нас все с вами, все к лучшему, все, все наилучшим образом, зато мы вас прекрасно слышали, и поздравляем вас с теми переменами, которые произошли в вашей жизни, знаете, ребят, есть такой удивительный анекдот, когда идут дедушка с внуком по берегу, дедушка старенький, после шторма наклоняется, на берег выбросило большое количество морских ежей, дедушка наклоняется, берет ежа, кидает его в море, потом идет дальше, наклоняется, берет ежа и кидает его в море, ему внук задает вопрос, дедушка, ты посмотри, здесь ежи же тысячи, ты же всех не спасешь, у тебя же не хватит сил всем помочь, он говорит, абсолютно правда, всем я не смогу помочь, но для каждого конкретного ежа это шанс, и вы знаете, когда приходят сюда люди, улучшают свою жизнь, улучшают жизнь своей семьи, значит, кому-то стало легче, и это тот свет, который Суперджамп несет сегодня по всему миру, и я благодарю вас за это, и давайте послушаем следующего нашего выступающего, из Мурманской области, Ольга Аронжина, Олечка, включайте микрофон, покажитесь, где вы, так, пока не видим, Оля, вы здесь точно, я вам дал с права с организатора, включайте микрофон ваш, и говорите, здесь, здесь, да, 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 замечательно, да, три минуты ваша, Олечка, пожалуйста, поделитесь с нами, здравствуйте, величайшие люди планеты, меня зовут Ольга, я из Аполярия, из маленького северного города, у меня есть и муж, и трое деток, есть высшее образование, есть работа, но в суперджамп я пришла несчастной, тревожной, кучей страхов, у меня были и жалобы на здоровье, я не могла воспитывать детей без крика, мне казалось, что я, ну, малый могу дать, настолько я была опустошенной, вот, поэтому, когда тренер, Оля Юрченко меня позвала на интенсив, ну, я даже не раздумывала, то есть, я так хотела помощи, я ее так искала, вот, и все восемь жемчужинок мне давались легко, я почувствовала эйфорию, ну, вот, прям с первого дня, такое ощущение, что ты всплываешь, всплываешь, и вот он, наконец, глоток свежего воздуха, и сразу жизнь включается, и звуки, и краски, ну, у меня, конечно, были откаты, они сейчас есть, я еще очень неуверенно на плаву держусь, потому что, ну, вот, стоит чуть дать слабинку, стоит пропустить где-то негативную мыслишку, и сразу эффект слабеет, нужно снова брать себя в руки, мой интенсив ввели Олег Коннов и Егор Белозеров, со мной рядом был мой тренер-наставник, моя Олечка, я им от души благодарна, потому что вот их знания, их наполнение, они бесценны для меня, я приняла решение остаться в этой семье, ну, сначала шла с запросом улучшить свое состояние, улучшить свои отношения в семье, но сейчас хочется остаться, развиваться дальше, и помочь, возможно, таким же, как и я, несчастным мамочкам в декрете. Замечательно, Оль, вот вы сказали очень важные вещи, что вы пришли сюда с таким определенным запросом, и были моменты, которые, ну, как бы очень сложно было справиться с одной, вот это такая опустошенность, а ведь на самом деле очень много людей вот сейчас находится в таком состоянии, мы просто, когда проводим вот свои курсы, да, мы видим, когда люди приходят к нам, они смотрят на нас и с недоверием, и с таким, подозрительностью некой, да, что со мной будут делать, и с надеждой определенной, потому что, ну, настала точка, когда надо что-то сделать, когда уже сам не справляешься, и вот Супержамп здесь просто помогает понять себя и найти вот эти скрытые резервы у себя в голове, у себя в организме, чтобы это сделать. Браво, Оль, это замечательно, что вы, у вас, вы приняли решение, что вы можете кому-то помочь еще вокруг себя. Спасибо большое. А сейчас мы перелетаем опять в Армавир, и Александра Кутуева, пожалуйста, скажите вас три минуты, чтобы сказать свое мнение о Супержампе, свой опыт о Супержампе. Александра, включайте микрофон. Всех приветствую. Слышно, видно? Да, отлично слышно и даже видно. Все, это чудесно. Я на самом деле вообще в восторге от всей этой программы. да, да, да. Вот, я, у меня были какие-то свои запросы, какие-то заморочки, и на самом деле у меня была такая очень серьезная проблема. Я, когда начала проходить это обучение, поняла, что в принципе проблем-то нет, что в целом жизнь-то прекрасна. И я приходила домой постоянно с каким-то раздражением, потому что вокруг шума, хочется все равно отдохнуть. И я поняла, что я, ну, буквально 10 дней я абсолютно спокойная. Я понимаю, что я просто, я улыбаюсь, и мне хорошо. И ко мне постоянно мама подходит с новостями, там, вот, а там вот это случилось, там вот это случилось. Говорю, мам, ну, хорошо же все, давай мы как-нибудь посмотрим что-нибудь другое. Вот смотри, программа о здоровье есть. Вот, и я так чуть-чуть переключаю ее в фокус внимания и тоже стараюсь делать какие-то перефокусировки, если можно так сказать. Вот, у меня еще был такой, ну, запрос, у меня были, ну, сложные отношения, и я, ну, рассталась с парнем, он уехал на СВО. И я долго не могла отпустить, и мне было, ну, тяжело в этом плане, потому что, как бы мы вроде расстались, а вроде, человек там в таких условиях хотелось поддерживать. Вот, а на суперджампе я поняла, что, ну, вот, прошлого нет, я здесь и сейчас, и надо идти дальше. И вот это болото, которое меня засасывало, оно исчезло. Оно просто испарилось, и я в таком восторге, и вот сначала у меня появилась резинка, вот, я начала отгонять мысли о прошлом, потом появился инструмент по удалению информационного мусора, и вот в этот момент я удалила фотографии своего бывшего. Просто мне понадобилось очень много времени, чтобы к этому дойти, но с помощью суперджампа я это сделала. Ваша, благодарим, благодарим. я в восторге, правда, это настолько элементарно, настолько такие простые вещи, я просто серьезно, я хожу людям всем рассказываю, они говорят, а ты что постоянно улыбаешься? На улице такая жара, там, ну, дети вокруг бегают, а ты ходишь, улыбаешься, я говорю, это суперджамп, это просто так работает. Вот, я в восторге. Благодарим, благодарим за те перемены, за тот свет, за ту энергию, которую вы нам дарите, за то, что вы делитесь вот этим состоянием. Вы знаете, ребят, есть вот органы чувства у нас у всех есть, да, мы обоняние, зрение, да, слух у нас есть, вкусовые у нас есть рецепторы. Вот смотрите, что происходит иногда с человеком, ты теряешь зрение, да, оно падает потихонечку, потихонечку, ты адаптируешься, как говорят, зрение хорошее, иногда руки короткие, да, возникают, начинаешь дальше отодвигать, дальше отодвигать, дальше, и ты начинаешь с этими изменениями к ним привыкать, с ними жить. Но наступает такой момент, когда у тебя уже рук не хватает, когда ты не можешь увидеть, или когда у тебя падает слух, и ты начинаешь что делать? Ты начинаешь обвинять всех людей вокруг. Вы говорите нечетко, вы неправильно, вы говорите очень тихо, вообще, что вы шемчете, правда? Ты не можешь доосознать, что проблема-то у тебя. Проблема не в том, что деревья стали двоиться, или буквы прыгают сами по себе, проблема в тебе. И что ты тогда делаешь, когда ты это осознаешь? Ты либо делаешь коррекцию зрения, надеваешь очки, делаешь что-то со своим слухом и возвращаешься к нормальной качественной жизни. И вот, ребят, то же самое происходит с нашим состоянием, с нашим метафизическим миром внутри нас. Он может точно так же постепенно, постепенно приходить в негодность. И что дает суперджамп? Да он вот эти вот очки надевает на нашу душу, протирает тряпочкой там то, что запылилось, то, что, может быть, руками запачкали. Ребят, мы же с вами знаем, что, как передать состояние любви. Если ты любишь, ты это чувствуешь. Но объяснить конкретно, а почему ты любишь? Очень сложно. Почему ты выбрал своего спутника жизни? Или почему ты, как, насколько сильно ты любишь своего ребенка? Передать это не важно. Но ты это чувствуешь. И ведь окружающие это тоже чувствуют, хотя, может быть, до конца не понимают. И вот суперджамп, он дает людям состояние. И начинает притягиваться событие. Ты начинаешь на те же самые вещи смотреть по другим углам. Вы знаете, есть очень удивительная притча, когда четыре слепых человека подошли к слону. И каждому дали какую-то часть этого слона потрогать. И сказали, расскажи, что ты чувствуешь. Как выглядит слон? Один подошел и берет хобот и говорит, слон – это большой шланг. Другой подошел, берет ногу и говорит, слон – это большое, толстое бревно. Третий подошел, держит за хвост и говорит, слон – это большая змея. Четвертый подошел, взял ухо и говорит, слон – это вообще лепешка. Каждый из них по-своему увидел какой-то кусочек, но никто не увидел слона целиком. И вот, знаете, мы очень часто в жизни видим свои ситуации, свои проблемы. Только с одной стороны суперджамп помогает нам увидеть свою жизнь и людей вокруг целиком. Потому что мы иногда не просто физически теряем зрение, мы перестаем видеть людей, мы перестаем видеть, что кому-то плохо, кто-то нуждается в нашей помощи, кто-то нуждается в нашей поддержке, близких людей. Мы перестаем слышать, слышать себя, как говорим мы, слышать, что говорят нам. И вот суперджамп возвращает вот этот слух к жизни, к людям, видение жизни, видение себя. Это действительно уникально. Благодарю, Сашенька, еще раз. А мы летим дальше. И хочется послушать следующего нашего выступающего. Мария Мерчан, включите, пожалуйста, микрофончик. Есть, есть, есть. Это я? Супер. Три минуты ваши. Поделитесь своими ощущениями. Слышно. Всем привет. Меня зовут Мария. Мне 32 года. Я из города Армавир. Я счастливая. У меня прекрасная семья. Двое здоровых деток. Я имею в жизни цель. Но это я вам все, что сейчас говорю, это я имею здесь и сейчас. Полгода тому назад я была совершенно другим человеком. У меня не было цели в жизни. Я была просто обижена на весь мир. У меня были с мужем очень плохие отношения. У нас доходило до развода. Я не общалась со своей родной бабушкой пять лет, потому что я считала, что она мне что-то должна. Ну, я считала себя просто жертвой. И, в общем, весь этот бред я вам могу перечислять бесконечно, что происходило со мной. Но однажды до Нового года меня пригласили пройти суперджам. Я с удовольствием его прошла. Десять дней тренировок я переосмыслила свою жизнь. Я была счастлива, наполнена. И по окончании десяти дней тренировок к счастью, раньше бы я сказала к сожалению, но к счастью, жизнь, рутина меня вернули в прежнее русло. То есть в моей жизни опять все вернулось на круги своя. И мне не хватало суперджампа, как глоток свежего воздуха. И я решила еще раз пройти суперджамп. Я его прошла только уже с моим наставником Александром Кулешовым. Прошла я его второй раз. Сняла свою корону в качестве ученика. Сделала вид, что я ничего не слышу и не знаю. И тогда уже моя жизнь кардинально изменилась. Кардинально изменилась. И такое ощущение, что я начала жить жизнью своей мечты. Вселенная, мир. Все мне стало приносить на блюдечки с золотой каемочкой. Просто абсолютно все. У меня с мужем наладились отношения так, что он прекратил пить. 13 лет брака и это была моя глобальная проблема. Потому что изменилась я. Изменилось абсолютно все мое окружение. Друзья. Друзья стали все целеустремленные, богатые. Ну вот вообще... А, и самое главное, наладила отношения со своей бабушкой, с которой я не общалась столько лет. Вот. Я говорю, у меня аж слезы на глазах. Потому что... Не знаю. Потому что я стала счастливым человеком. Брия, спасибо большое. Ну, в ваш случае вообще, ваш кейс великолепен. И в том смысле, многие подумают, вот сейчас кто, может быть, слушает нас первый раз, что это какое-то волшебство, это какое-то... Это мы не верим. Ну, как так бывает? Вот, знаете, она, знаете, как в сказках, да? Вот была такая вся бедная, несчастная, потом нас обокрали, да? Что называется. И мы все, мы мгновенно стали счастливыми. Конечно, не мгновенно. Конечно, за этим стоит работа над собой. Но просто можно ковыряться, условно говоря, в земле детской лопаткой, можно взять эскаватор, да? И добиться того же самого гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Вот это вот... Это и делает супержамп, по сути. Да, мы просто направляем даем человеку возможность, инструменты, чтобы сделать немножко свою жизнь лучше. Спасибо вам большое. Я еще хотела еще сказать спасибо огромное, потому что благодаря супержампу, благодаря моему наставнику, я решила сама стать интеллект-тренером, потому что я поняла, что я хочу вокруг себя иметь таких же осознанных и счастливых людей. Благодаря Саше. Александр Кулешов, большое тебе спасибо. Я на тебя смотрю, вдохновляюсь. И, в общем, я в супержампе, и мы делаем этот мир круче. А кто-то в следующий раз скажет спасибо большое Марии, которая мне дала возможность вот это все получить. Спасибо, Маша. А теперь мы перелетаем немножко севернее в город Пермь. И Оля Сюткина, берите скорее этот микрофон разгоряченный и расскажите нам о себе немножечко. Всем привет. Привет. Я из Перми. Я многодетная мамочка. Мне 47 лет. Без пяти минут, так скажем. Вот. И что дал мне суперджамп, да? Суперджамп дал мне жизнь. Ни много, ни мало. Вернее, он меня вытряхнул обратно в жизнь, так скажем. Многие вот... У меня маленькие дети. Два друг за дружкой парнишки. Вот младшему сейчас два года. Многие могут, может быть, скажут, что у тебя дети маленькие. Какая может быть там нежелание жить там или еще что-то, депрессия. Но тем не менее, я находилась вот в депрессии в такой. Но причем я этого не осознавала. Мне это сказала, открыла мне глаза моя старшая дочь, потому что у меня уже вот этот опыт был. Она мне сказала, мама, ты в депрессии. Я говорю, да, Алена, нет. Я же знаю, что такое депрессия. Ну что, Алена мне сказала, мама, ты знаешь, когда уже дно. Ты, наверное, это помнишь. Но раз у тебя пока еще не дно, то ты не осознала. На самом деле, я вспомнила, что тогда, больше 25 лет назад, вот точно так же начиналось. То есть я не хотела просыпаться по утрам, я постоянно плакала, несмотря на то, что рядом маленький ребенок. Ничего не радовало я. Просто иногда себя ловила на том, что я жить не хочу. Вот не хочу, не хочу просыпаться. Меня не радуют дети, меня ничего не радует просто. И когда я это осознала, я просто вспомнила, как было тогда, как я пошла. Сначала я обложилась литературой, пыталась помочь себе сама. И в итоге мне, ну не особо помогало, да, я стала разбираться в людях, в людских каких-то проблемах. Но сама-то я себе не помогла. Я пошла искать специалиста, я пошла лечиться. Что дало мне лечение, да? Два с половиной месяца из моей жизни просто вычеркнуто, то есть я находилась на препаратах. Вот, я это прекрасно помню. И я еще, приятный такой бонус от лечения, что у тебя в жизни просто куски памяти вычеркнуты. Вот я до сих пор не помню многого из своей жизни. Просто не помню. И еще приятный бонус, что я находилась на дневном стационаре, я уходила в больницу, получала допинг, прилетала на автопилоте домой. И окружающие считали, что я бухаю. То есть я два с половиной месяца не вылезала, по мнению окружающих, из синей ямы. То есть вот такое вот еще, да? И вот сейчас, когда я снова поняла, что мне что придется возвращаться туда, а у меня двое малышей, я так не хотела, и я не знала выхода просто. И вот в этот момент в моей жизни, она и так была эта девушка в моей жизни, Наташенька наша Гутерова замечательная, она просто меня позвала. Оля, пойдем, пойдем, говорит, пройдешь интенсив. У меня первый курс она тогда набирала. Тебе, говорит, надо. Не знаю, как она меня почувствовала, не почувствовала, но я согласилась. И вот если бы мне кто-то сказал, что за два дня, за два дня, просто поулыбаясь себе в зеркало, я выйду из депрессии, я бы просто, ну, не знаю, покрутила у виска как минимум, вот понимаете? Без последствий для организма, без препаратов, без дорогой, длительной психотерапии, без компании вот этой вот в дерьме, простите, мой французский, я просто вышла из депрессии. Я получила новый инструмент жить. И вот сейчас я уже не проваливаюсь никуда, потому что у меня есть этот инструмент. И вот знаете, сейчас очень много хороших психологов, первоклассных, очень много различных других техник. То есть можно заниматься, можно копаться дальше в себе, можно выкапывать что-то у себя, доставать из подсознания, а можно просто начать жить, просто начать жить по-другому. И знаете, что я еще увидела, когда я вышла из депрессии? Благодаря вот суперджампу, каким-то простым упражнениям. Я увидела своих детей. Мои дети, мой Вовка тогдашний, ему было тогда 3,5 года, он перестал улыбаться. То есть ребенок в 3,5 года не улыбается совсем. Я вот это когда увидела, мне так стало страшно. Я просто стал вот настолько благодарна Наташе. Наташа, спасибо тебе огромное за то, что ты мне открыла этот мир, что ты открыла мне эти упражнения, которые просто дают жизнь. Они помогают жить из другого состояния. Не нужно копаться, вот серьезно. Нужно просто начинать жить. И на этом я хочу закончить. Спасибо вам всем. Олечка, дорогая, благодарим, благодарим тебя за твой пример, за твою историю. Вы знаете, жизнь каждого человека является всегда примером. Для кого-то вот те слова, которые ты сказала, послужат, может быть, каким-то толчком к решению. А попробую-ка и я. А у меня подобная ситуация. Но ей помогло, может, и мне поможет. И ты своей историей, своим примером изменила свою жизнь, жизнь своих детей и жизнь огромного количества людей. Ребят, мы правда нужны друг другу. По одиночке нас очень легко уничтожить, очень легко во впасть в депрессию. И вот когда вам протягивают руку помощи, подумайте. Человек… Вы знаете, в чем уникальность суперджампа? Нам от вас ничего не надо. От вас нам ничего не надо. От тех людей, которые сегодня здесь впервые. Или от тех людей, которым отправят эту запись. Это вам нужен суперджамп. Для чего-то он пришел к вам. Потому что мы всегда ищем подвох. Вот как Оля сказала, удивительно, да? Мы не верим. Неужели такое бывает? Да проверь. Есть уникальное выражение. Моим глазам свидетелей не надо. Сходи, посмотри. Потрать 10 дней по одному часу. И твоя жизнь заиграет разными красками. И поверьте, уже на практике более 500 тысяч человек по всему миру прошли эти тренировки. И отличие суперджампа от всех остальных коучей, тренингов, всего, чего хотите, в том, что вы получаете инструменты. Сделай раз, сделай два, сделай три. И они остаются с вами на всю жизнь. И вы в любой момент сами себе можете помочь. Вам не нужно снова что-то делать. Вы всегда можете, как сегодня девочки говорили, да, не хватает энергии снова вернуться, пройти тренировку, снова попасть в это окружение, в это общество. Вы знаете, это как спортзал. Когда ты научился качать, пошел с тренером, позанимался, научился качать пресс, накачал его кубики, все тебя устраивает. Если вдруг опять потом жирочек заплыл, ты всегда можешь вернуться в спортзал, подкачать пресс, потому что ты знаешь, как это делать. Ты уже это прошел. И эти упражнения всегда остаются с тобой. Ты уже знаешь, как этим пользоваться. И точно так же. Вы знаете, что счастье, как любые мышцы, можно тренировать. Это уникально, что счастье, его не надо заслуживать, его не надо дожидаться, к нему не надо ползти, его не надо выстрадывать, страдать. Счастье, оно есть внутри вас. Его можно натренировать, как шарик раздул, воздухом надул. Это большой, красивый, яркий шарик. И вот это состояние счастья может быть с вами 24 часа в сутки. Каждый день вашей счастливой жизни. И поэтому, мои дорогие, я благодарю каждого из вас сегодня, кто был с нами. И я очень желаю тем людям, кто сегодня нас смотрел или кто видит в записи, сходите на тренировки, проверьте, попробуйте. Сколько бы мне рассказывали, что эта конфетка очень вкусная, что она очень полезная, что она очень... Да, попробуйте ее сами. Потому что лучше, чем вы, никто не сделает вывод. А я вас благодарю. Полетели к нашей новой, счастливой, шикарной жизни. И до встречи через неделю. Пока-пока, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова